здравствуйте эта программа фокусе событий меня зовут анатолий никитин скоро зима значит самое время озаботиться вопросами контроля за электросамокатами хотя это уже в принципе круглогодичная тема катаются они по дорогам или не катаются на проблемы которые вокруг них возникают актуальности повестки не теряют вот и в правительстве в очередной раз озвучили возможные меры которые возможно наведут порядок на городских дорогах и тротуарах в общем везде где ступала нога электросамокатчика точнее проезжала колесо средства индивидуальной мобильности ноги то на платформе как пишут известия минтранс минпромторг мвд минцифры минюст и депутаты госдумы в результате дискуссии пришли к выводу что минимальный возраст вождения средства индивидуальной мобильности нужно увеличить до 16 лет более того для управления устройством необходимо будет получить права правительство уже предложила мбд проработать этот вопрос возрастной порог 16 лет был выбран потому что именно после достижения 16-летия в россии можно получать водительское удостоверение на мопеды и мотоциклы техника конечно другого рода но что-то где-то рядом двухколесная среди других предварительно одобренных ограничений запрет на движение сим по тротуарам и проезжей части по крайней мере так указано в протоколе завещания и после его прочтения возникает вопрос по тротуарам нельзя по проезжей части тоже то есть получается нельзя как бы совсем где же еще ну это пока негде поэтому и ограничение вступать в силу сразу не будет участники дискуссии отметили что для начала нужно создать специальную инфраструктуру чтобы не создавать угрозы для пешеходов и помех водителям обычного транспорта пока же на данном этапе минтран займется оформлением всех упомянутых правил согласует их с участниками завещания а уже затем начнется процесс их легализации процесс не быстрый по крайней мере не настолько быстрый как порой сами электросамокатчики но тут зима поможет во всех смыслах некоторые предложенные ограничения уже действуют на уровне кикшерингов сами компании ставят запрет на пользование устройствами лицам моложе 18 лет более того некоторые компании в москве осенью подняли штрафы до 100 тысяч рублей за пользование электросамокатом подростками до 16 лет а также за передачу этим лицам управление самокатом ранее передать управление ребенку до 14 лет стоило 10 тысяч рублей а лицам в возрасте 14 18 лет блокировкой учетной записи кроме того кикшеринговые компании уже включают скоростные ограничения и контролируют зоны доступности для передвижения на симах но все это про зарегистрированные самокаты в то же время владельцев частных сим никак не идентифицируют и не контролируют хотя попытки предпринимаются но пока так попытками остаются не так давно в конце сентября госдума отклонила законопроект об обязательной регистрации средств индивидуальной мобильности в частности электросамокатов по замыслу авторов документа такая регистрация должна была проходить онлайн с помощью портала госуслуг то есть без предоставления сим в подразделение мвд в результате процедуры устройства присвоили бы государственный регистрационный номер который владелец сим обязан был разместить на сим если конструкция не позволяет этого сделать то эксплуатации такого сим на дорогах общего пользования пешеходных зонах не допускается хотя чего мы сейчас про это говорим если в итоге законопроект отклонили просто дело в том что по мнению профильного думского комитета по транспорту развитию транспортной инфраструктуры это в предложенной редакции цель не достигается но сама идея регистрации сим комитетом поддерживается а это значит к этому вопросу и в правительстве обязательно вернуться да и мы тоже в своих выпусках чтобы вам об этом рассказать это была программа фокусе событий смотрите нас и будете в курсе того что действительно интересно